расскажи почему вы сбежали из крыма неужели там настолько опасно всем привет я алена бордовская и я сегодня отвечу на самый популярный вопрос моих комментариях мы сейчас пока дома сейчас приготовим обед и пойдем магазин все покажу мы сейчас живем в москве много лет живем в крыму на самом деле а в москве мы что делаем тишина зимуем зимуем каждый занят своим делом ребенок ты чем занята василий к тебе вопрос кстати очень часто говорят покажи василия покажи василий вот василий во всей красе ну потому что это достаточно интересный инфраструктурный такой сильный город развитый наверное один из самых лучших в европе и если сравнить с азией то вообще небо и земля это прямо какой-то такой знаешь ну с анталии если сравнивать то конечно это инфраструктуре это как будто анталия две тысячи двадцать девятого начала тридцатых годов типа мы в будущем мы сейчас в будущем по турецке мы в будущем да я сейчас все расскажу так давай установим камеру а я сейчас тоже подскажу в общем каждую зиму нет не каждую а через зиму мы уезжаем из крыма и где-то зимуем обычно это жаркие страны какие-то мази азии очень любим таиланд бали да ну вот в дубай ездили один год в этом году захотелось остаться в россии но по понятным причинам просто очень хочется быть здесь быть дома первое что хотелось бы сказать почему мы зимуем в разных странах в разных местах кстати москва для меня вот я сейчас чуть-чуть коротко расскажу это вообще это как будто другая страна во первых час буду готовить обед обед мы заказываем вот на пять дней ужин это ужин сегодня обед сегодня дома мы заказываем таких пакетах очень хорошие качественные продукты которые уже за тебя наполовину готовы и тебе не нужно придумывать блюда если выходной то ужином и мы обычно в разных кафе потому что вот для меня мы были в разных странах я не знаю подскажите в комментариях может есть страна где предоставлена кухня всех народов мира и она вкусная то есть вот если допустим ты в таиланде тайская кухня там вкусно но оливье типа если вы в турции ищите суши роллы вы найдете вкусные суши роллы но у них будет ценник просто космос ну и ехать да надо на другой конец города я сейчас вот то есть вот это было в морозильнике я достала с вечера в холодильник чтобы уже разморозилась и вот здесь все уже готово то есть я открываю приложение и смешиваю все в нужной пропорции в принципе что мы сейчас и будем делать поставлю пока варить рис если кто не знал ну где-то лет восемь девять назад я для себя открыла один лайфхак ну то есть я хочу прожить долгую жизнь долго понимаете но пока таблетка бессмертия не придумано то есть нет такой таблетки что ты выпил и прожил 300 лет но примерно где-то лет 7-10 назад я поняла что что когда у тебя много впечатлений когда у тебя в жизни много нового то у тебя время продлевается то есть тебе кажется что время идет дольше чем она есть на самом деле представьте что вы уезжаете в отпуск на неделю вы возвращаетесь домой вам кажется что вы дома не были месяц ну вот реально месяц вы смотрите на людей которые здесь остались вам кажется все так должно было поменяться а для людей это недели это просто так щелчок ну типа они даже не заметили что вас не было и вот когда я это поняла я тогда поняла что во первых путешествие во вторых впечатления в третьих новое место она как-то перезагружает твой мозг перезагружает твои нейроны и время тебе кажется что идет дольше поэтому я обожаю крым вот я бы из крыма не уезжала никуда супер природа супер еда то есть супер люди до море все класс все кайф но в какой-то момент я начинаю чувствовать что мое время вот так пролетает ну типа неделя пролетела месяц пролетел как один день и меня это очень сильно пугает обычно такой промежуток как раз таки выпадает вот где-то на через год через полтора поэтому мы всей семьей собираемся иногда это бывает в дикой спешке как например мы в турцию собирались просто искал все я больше не могу покупать билеты и мы буквально за три дня все собрали и уехали на 8 месяцев в турцию просто потому что новые впечатления новая обстановка новая атмосфера это очень важно и я на самом деле не ожидала от москвы так мне нужен василий твой телефон мне нужно посмотреть меню вот я думала приеду в москву и ну все будет как-то интересно но не настолько я просто для себя открываю новый мир то есть во первых то что москвичи говорят нам в крыму все дорого да в кафе в ресторанах цены такие же но продукты дешевле доставка это просто какой-то космос вот я например готовила позавчера пудинг мне не хватило одного яйца одного яйца василия дома не было я просто зашла приложение заказала яйца за 69 рублей и мне принесли яйца через 15 минут я не доплачула что то есть 69 рублей тебе приходит человек и приносит тебе яйца но я не знаю может быть они чуть дороже чем в магазине на рубль или два но я как бы не отвлекалась от процесса готовки мне принесли яйца я все закончила поставила в духовку просто что в турции чтобы вы понимали в турции чтобы вызвать такси нужно выйти из дома спуститься вниз и нажать на кнопку на столбе до спускаться вниз на спуститься вниз и если кому-то повезло что он спустился вниз а кому-то ну да да то есть бывает еще и не рядом эта кнопка еще надо куда-то идти а еще бывает веселое самое такое у меня бывало такое несколько раз ты стоишь подходишь к этой кнопке нашел ее нажимаешь и нажимаешь ждешь ждешь минут здесь потом тебе просто кто-то идет на русскоговорящем жили вместе и говорит она не работает кнопка да не работает а ты стоял ждал да ну то есть можете да себе представить мы пережили зиму в турции но вот именно пережили то есть для меня хоть мне хотелось комфорта именно инфраструктурного например дубай класс все вылезано все супер все прямо персик но транспортная развязка то есть если у тебя нет автомобиля добраться куда-то без такси просто это надо ну мы брали авто в аренду здесь есть каршеринг вот мы вышли из дома вот я сейчас покажу ой василий посмотри что-то там убегает гает что-то рис убежал так ты крышечку откроет не менее не 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 опять спучится сейчас расскажу про транспортную доступность мы его так вот выходим сейчас просто выходной день но здесь обычно стоит 45 машин каршеринга чтобы добраться куда-то ну вот на ближайший допустим торговый центр сколько до ближайшего торгового центра километр 8 километров мы вот выходим садимся в машину которая уже теплая и едем 8 километров за ну 100 рублей чтобы понимали как бы ехать на общественном транспорте выйдет также но тут ты садишься в теплую машину есть комфортно смотрите как работают коммунальные службы то есть вот стоят тракторы и вот еще трактор работает здесь коммуналка работа то есть вот я представляю огромная москва огромный мегаполис и они всегда что-то чистят всегда убирают ну прям вообще ну хотя у нас в крыму тоже хорошая коммунал коммунальная служба нас просто снега столько нет и гололеда здесь почти готов пусть пока стоит и что хочется сказать вот если сравнить по странам да именно транспортную такую вот по инфраструктурным именно транспортной доступности да допустим турции неплохо но вот скажите мне просто может быть в комментариях напишите в какой стране то есть мы были в допустим таиланд бали турция в дубае может быть и есть я просто дубай на общественном транспорте вообще не передвигалась то есть здесь вот я допустим не остановка вот возле дома есть я открываю приложение смотрю где едет мой автобус знаю когда мне обуться когда мне выйти да ну понятно что это по всей россии работает такая фишка но в каких еще странах есть такое как бы я не не помню не знаю то есть куда-то добраться тебе быстро проложит маршрут найдет более короткий путь там метро автобусы трамваи все что хочешь вот для меня это просто прям вау нонсенс если брать вот район мы у нас новый район тут для детей все просто есть все хочешь танцы хочешь пение хочешь детская комната по еде по доставке вплоть до того что там доставят тебе еду через 15 минут ну то есть мне кажется вообще москва это город мечта интроверта но кто-то понимает даже такой интроверт человек который вообще не любит дома выходить ты здесь можешь никуда не выходить вот никуда не выходить то есть досочку просто сидеть просто сидеть дома и тебе доставят все что хочешь технику еду одежду вот что хочешь хочешь куда-то выйти пожалуйста там можешь даже автомобиль личный не заводить у москвичей кого не спрашиваю а зачем вам автомобиль все отвечают знаете для чего чтобы ездить за город на дачу потому что в основном минуя пробки все передвигаются вот на метро или вот мцк это кость для себя тоже открыла так что кто говорит что мы допустим там сбежали из крыма в москву чего-то боимся а еще кстати ходят слухи что нас тут специально нас сюда перевезли ничего подобного мы вот открою секретик вот сейчас на зимние каникулы собираемся в крым потому что ну новый год в крыму я люблю это всегда сказочно это всегда красиво особенно если снег пойдет но вообще под жить в зиме чтобы ребенок покатался там на коньках посмотрел снег полепил снежную бабу что интересно что у меня меня вообще никак не воспринимает сейчас холод настолько вот ей пять лет и там зима мы видели это мы в прошлом году по вам далось ездили на этот деду морозу в сочи там она вообще видела снег полчаса так скажем в горы забралась все-то мне шпажка не хватает вот а вообще как бы ребенок в шоке ребенок редко выходит на улицу но делать пока я тут нарезаю салатик василий добавит не ну чё тут добавлять тут примерно полиона почти все рассказала единственно что например в турции дешевле скорее все точно стоят всякие садики школы и все подобное даже не кажется чем москве и даже мне кажется эти медикаменты многие в турции стоит но откровенно мне садики и школы турции не понравились ну да может быть мы их не так много видели в принципе видели вроде как хорошие но они там дорогие вообще что здесь садики нормальные стоят частные примерно вот 40 тысяч если вы живете в пределах мукада до пределах мукада а за мкадом кстати тоже есть садики они даже крутые и они там стоит может тысяч на 10 дороже ну там просто уже территория большая они вот как обычно бывают частные садики процентов наверх 50 таких частных садиков которых это просто квартира на первом этаже двухкомнатная и там вот эти как детки спят и в этих скворечниках таких раздвижные такие вот я ходила на экскурсию в садик который у нас внизу вот как вася говорит но под во первых потолки сколько там метров пять а во вторых мне понравилось ну то есть там очень классно очень красиво но единственно почему мы туда не пошли потому что это садик ясли там сидит ки одну там три года они 54 года два там ребенка было четыре года два мальчика а у нас вся фишка в том что мы садик хотим ходить мне очень хочет ходить в садик потому что она хочет с детьми играть возраст возраст но это попадал ну еще ищем пока садик я думаю что что-нибудь под ищем обязательно видео сниму расскажу что мы нашли чё почем как он выглядит внизу сниму в этом внутри сниму для вас беспаля вот что еще это пока первое впечатление москве но и потом конечно же очень много всякого развлечения какого хочешь скалодромы там парки цирки аттракционы единственное что конечно выходные куда-то ходить это очень много людей очень очень много людей выходные то есть непривычно для крымчанин зимой видеть столько людей летом да летом у нас крым очень много людей тоже причем что в будни что выходные а тут вот как бы это в будни можно попасть мы вот были вы видели предыдущий ролик вообще было пусто василий вот ты у нас разбираешься много читаешь ну по этой теме видео скажи как думаешь опасно в крыму я как с крыма попал в москву сейчас получается практически не особо так сказать не читаю но и там особо не что как ты думаешь опасно ну достаточно безопасно безопаснее чем я так думаю по логике посмотреть чем ростове наверное не на это да мы сами не чувствуем что такое какой-то опасности возможно есть люди которые более такие напали и всегда думаю тут что-нибудь происходит но это из тех людей которые грубо говоря первых бегут туалетную бумагу покупать вот они да скорее всего они чувствительны ко всем таким моментам они могут переживать и все все моменты они переживают вот но мы едем но на новый год в крым принципе какая разница что до этого мы встречу в том году если бы мы съездили в новый год в крым что в этом году особо разница или нету я вот еще добавлю в крыму чтобы вы понимали но мне кажется сейчас 80 процентов населения это именно по национальности русские что произошло с 2014 года то есть очень большое было переселение народов с материка в крым у меня очень много знакомых которые по наехали то есть вот мы сейчас общаемся там с кем-нибудь а ты откуда приехал а ты откуда приехал а я здесь родился и вырос все-таки него смотрят типа там очень интересная ситуация очень много в с россией очень интересная ситуация произошла то что много крымчан переехал наоборот на материк потому что они в определенный момент да как бы такие поняли опа я могу свою квартиру продать двушку и в краснодаре купить трешку более-менее в центре они как бы такие подумали с точки зрения инфраструктуры мы как бы избалован инфраструктуры но тогда в крыму как бы прям но печаль была про инфраструктуре там мы такие заходим как-то помню ехали начале 15 года в троллейбус и спрашиваю а как здесь там оплатить там что не такое там смотрим вся молодежь у них с кнопочными телефонами интернета практически как такого там ну мало у кого-то было мы говорим о какое-то приложение как передвигаться по городу ну там типа дубль гисы как мы привыкли с наверное 2008 года там с яндекса как там компостеры были ну да компостеры билетик вставляешь в пятнадцатом году компостеры где увидеть как проехать там куда там да с какие работают это учреждения ски то никто ничего такого не знал я не знаю как это вообще как там люди ну мы просто привыкаешь быстро к хорошему вот и люди съездили посказ некоторые крымчане скорее всего в краснодар посмотрели этот город и подумали ого мы такого как бы не видели нигде это как вот мы сейчас приехали с крыма в москву примерно наверное такое же ощущение вот и они также приехали в краснодар не ну сейчас там конечно тоже все уже автобусы новые все оцифровано но все равно все равно конечно моментов нет тех же самый момент от скорршерингом с доставкой как бы печально даже то же самое такси если в москве вы вероятность уехать на такси у вас там 99 процентов по сути потому что таксист если вы сейчас вызываете мы на ботаническом саде саду живем вот вызываем например, такси, вы вызываете такси, таксист видит, что заказ есть, он его нажимает, приезжает, и только тогда он может увидеть конечную точку, куда нужно отвезти человека. То в Крыму же, я общался там с таксистами, я говорю, а почему так, ну, прямо сюда не ездите, почему там, они говорят, я просто не хочу, они сразу видят конечную точку. И получается, во многих местах вам нужно в Крыму просто там плюс 100-150 рублей прибавлять. Я не знала про это, но вот летом в Крыму, в Севастополе вызвать такси, это, короче, проще дойти пешком. Да мы как-то с Аквамарина доехали до, получается, до дома, а это примерно ехать 2,5-3 километра, наверное, не больше, примерно за 420 рублей, вот, и как бы никто не ехал, приехала потом, приехал Ланос, нас довез за 420 рублей в Крыму, вот этим, конечно, в Крыму не очень. Да, есть моменты, которые еще хотелось бы вот так вот подтянуть, поэтому мы приехали в Москву посмотреть, как здесь все устроено, как здесь все работает, но так, чтобы, я, кстати, так и не нашла сервисов в Крыму, чтобы вот заказать продукты домой из магазина. Ну, я не нашла такого сервиса. Есть у нас там один магазин, который делает доставку, там что-то от 2 тысяч рублей надо заказать на следующий день. Ну, вот это вот, Меркурий-то у нас магазин, но там на сайте нет каталога, как у нас привычно. Ну, то есть, ты звонишь и вот по памяти как-то должен, я не знаю, то есть на сайте, там нет каталога продуктов, которые ты хочешь купить, ты можешь заказать, но, блин, надиктуй, что ты хочешь, типа придумай что-нибудь, ну, такое. А здесь захотел вот этот какой-нибудь салатик или что-нибудь такое, пирожный вкусный. Да тебе даже кофе принесут, кофе вот этот вот на вынос принесут. Кусфил открыл, там достаточно неплохие эти салатики. Так что, нет, я сейчас, я так думаю, у нас много москвичей смотрит, они такие, ну, типа, а-ха-ха-ха, что это ж, типа, нормально, это ж, типа, блин, привычно. Мне кажется, для многих москвичей все, что мы сейчас говорим, это настолько уже обыденно, понятно и, типа, нормально, что, когда приезжают в другой регион, во-первых, не понимают, как это может не быть где-то там, во-вторых, они думают первое, по первому времени, что без этого можно обойтись. Ну, по первому времени, да, это как в Турцию, знаете, когда приезжаешь, вкусная еда, все вокруг красиво, и первые три месяца тебе вообще пофигу на то, что, блин, такси надо вызывать по кнопке и нету сервиса доставки. Нет, доставка там тоже есть, почему, смотря чего доставка. Нет, доставка еды, нету агрегатора, есть каждое кафе отдельно, ты там ватсап пишешь, что ты хочешь, агрегатора нету такого, который, типа, общей базы нет. Там как будто 2012 год, 2012 год примерно такой ощущение. Да. Так, что мне еще надо сделать? Ага. Так, что мы на новогодние едем в Крым, будем, конечно же, отдыхать, показывать крымскую природу, крымские красоты, тем более, что в этом году зимой в Крыму очень хорошие цены, поэтому мы точно будем сейчас смотреть, сейчас попробуем. Ммм, как всегда. Все свеженько и вкусно. Минь, одни, следи, пробуй, очень вкусно. Ммм, сладенькие тевтели. Так, что, друзья, еще один плюс, то, что мы поехали в Москву, то, что мы можем всегда приехать в Крым на неделю, на две, отдохнуть, попутешествовать и снова вернуться в Москву. Кто еще едет в Крым, зимой этой тоже пишите обязательно, а кто не едет, напишите, почему вы не едете в Крым. Очень интересно разобрать ваши комментарии в следующем видеоролике. Ну все, с вами была Алена Бордовская. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если вам интересно узнать, когда мне уже надоест Москва. Все, пока мне все нравится в моей жизни. Всем пока!